Здравствуйте, друзья! Меня зовут Константин Рябуха и я рад вас приветствовать на своем канале, который посвящен волейболу. В этом видео мы с вами поговорим о очередных трансферах. Поехали! Девятый в списке бомбардиров по итогам прошедшего сезона Российской Суперлиги Георг Грозер стал последним новичком «Зенита» Санкт-Петербург. В прошлом сезоне Георгу удалось защищать цвета аж двух клубов. Начал в новосибирском локомотиве, а закончил в Белогорье. Таким образом, в чемпионате оказался не на седьмом месте, а на пятом. Уже всем стало понятно, что питерский «Зенит» ворвался в Российскую Суперлигу финансово уверенным. Удалось сохранить костяк прошлого сезона, даже Орелу Камехо сделали паспорт. Решить вопрос со спортивным гражданством и еще одно место для легионера свободно. Сработано быстро. Так что теперь в команде два коренных россиянина. Орел и Лукаш Дивиш, перебежавшись с новосибирского локомотива. В общем, к Лиге чемпионов команда полностью готова. Денис Калиберда перешел в итальянскую Модену. Он вроде как уже распаковывал вещи в Берлине, но видимо предложение итальянцев оказалось более интересным. И все переигралось. Все же у Дениса отличные шансы на стартовый состав. Так как из явных конкурентов у него поляк Бартуш Бэднаш, переехавший из Белхатовской скры. Так как словенец Тины Орнаут, я думаю, неприкасаемый в этом плане. MVP золотой Евролиги, эстонский диагональный Рене Тепа, все же перешел в Белхатовскую скру. Этот трансфер был под вопросом из-за того, что перед предложением от черно-желтых, агент игрока выставил кандидатуру Рене на корейский драфт. Полякам такое не устраивало. Они не хотели ждать. И в конечном итоге все решилось. Эстонец поедет за обещанной игровой практикой 50 на 50 с немолодеющим влажным. Напомню, что этот сезон Тепе провел в Трентино. И к концу сезона достаточно много времени проводил на площадке. Ястребский Вигель усиливается. Пятая команда прошлого сезона добавила в свой состав диагонального Давида Канарски, который играл в Турции и теперь должен будет заменить атлетичного музая. И двух доигровщиков. Немца Кристиана Фрома и француза Жульена Линеля. Первый также играл в Турции за местный арказ. А второй в Китае и выиграл там золотые медали. На бумаге отличное укрепление состава в помощь Лукасу Кампа. Но как оно будет, покажет только время. Центральный блокирующий Максим Дрозд переходит в Туркуен. МВП прошлого финала 4-х Евролиги действительно засиделся в Харькове. После той победы пора было начинать двигаться дальше. Но любовь к Локомотиву удержала его и тем самым сыграла в минус. Но время еще есть и это отличный трансфер. Туркуен в прошлом сезоне на зубах завоевал Кубок Франции. Проигрывая Шамону 2-0, команде удалось перевернуть все в свою сторону. Отлично, что в команде третий сезон будет играть доигровщик Алексей Клямор, который поможет Максиму более спокойно переносить тяжести легионерам. Трентино возвращает в свои ряды Габриэля Нелли. Я писал в своем телеграм-канале, что Тренту нужен диагональный с итальянским паспортом. Парень, по идее, должен был поднабраться опыта за прошлый сезон в Падово. Но мне кажется, что все-таки не сможет вытянуть такую нагрузку, которая ляжет на его плечи. И тут отлично, что Лука Витори остается в строю. Хотя он хотел взять перерыв от волейбола, чтобы разобраться с проблемами в голове. Но это уже совсем другая история. В общем, вдвоем у них должно получиться дать Трентино более качественный уровень на этой позиции. Теперь поговорим про итальянский клуб под названием Сиена. Команда выиграла в прошлом сезоне А2 Лигу и теперь будет выступать в элите Италии. Руководство клуба сразу сделало подарок своим болельщикам, видя приглашенной звезды с Ирана Саида Маруфа. Кубинец Фернандо Эрнандес после покорения Турции тоже здесь. С Фенербахче перешел блокирующий Юрий Гладырь, где в целом не получился сезон у команды. Выиграли в начале Суперкубок, а в дальнейшем ничего внушительного не продемонстрировали. Тут еще известный в Италии Габриэль Моруотти. И даже японцы подписали Исикава Юки. А последней изюминкой стал молодой и перспективный аргентинец Герман Йохенссон. МВП чемпионата мира среди юношей до 23 лет. В целом Сиене надо постараться задержаться в серии А1. И шансы есть. Белогорье возглавит серб Слободан Ковач. И какой он по счету, я и запутался. Мне кажется, здесь все равно, кто будет тренером. Пока Геннадий Яковлевич Шипулин полностью не отойдет от дел, мы просто не увидим реальную работу зарубежных специалистов. Ковач последние два сезона возглавлял турецкий Халбанк, который дважды приводил к победе в чемпионате и Кубке страны. Собой в Белогорье из Анкары он прихватил Неманья Петрича. Ян Ерещенко аут, так что замена вполне приличная. Игрок с хорошей общей игрой. Второй легионер Канаде Джон Гордон Перри. Силовой парниша. И они должны будут как раз дополнять друг друга. Еще блокирующий Александр Гуцалюк перебрался с Казанского Зенита. Невооруженным глазом было видно, что в последнем сезоне у него не сложились продуктивные отношения с Олегном. А Льван нужен был хорошего уровня центральный. Денис Зимчонок и ветеран Сергей Баранов будут отвечать за эффективную атаку в диагонали. Это достаточно смелое решение. И тут ко двору был бы Максим Жигалов. Но об этом потом. Еще и минус Мусерский. В общем, интересно будет посмотреть на Белгород в этом сезоне. Максим Жигалов переезжает в Польшу в клуб «Черни рядом». Неожиданное решение. Парня очень некрасиво побросали в прошлом сезоне из клуба в клуб. Наверное, он обиделся на всех и пошел покорять другие вершины. Самое интересное, что в клубе уже есть неплохой диагональный. Поляк Михаил Филипп. Который, правда, был серьезно травмирован. И в какой форме он подойдет к сезону – еще вопрос. Но Жигалову явно придется поработать. Или опять только выходить на подачу. Также в команде два словенца. Связующий Дейен Винчич и новичок центральный Алан Паек. Михал Ручек. И еще один польский проспект в войцах Жалински. В общем, интересная банда. Намечается крепкий середняк, который будет рассчитывать на плей-офф. Прошлый сезон у клуба не получился. Десятое место. Никто к чему стремились. Дмитрий Мусерский после 13 лет совместной работы закончил сотрудничество с Белогорье. И переезжает в Японию. Контракт еще был, как говорили в Белогорье, на два сезона. Но, видимо, договорились. С культурной точки зрения решение идеальное. Новая страна – новые эмоции. Тем более, как только начали ходить слухи о переходе, уровень игры Дмитрия пошел вверх. Лига наций – это мой отличный пример. Будет самым популярным человеком Ниппон Коку. Помню, как казахская волейболистка Сабина Алтенбека взорвала Азию своей внешностью героини аниме. И поехала покорять Японию. На секундочку, у девушки почти 700 тысяч подписчиков в Инстаграм. А тут приедет сам Мусерский. Дмитрий сейчас тоже ушел в Фейсбук-блогинг. Так что такой переход сыграет в плюс. Годик отыграет и вернется в Россию. Например, в питерский Зенит, куда его уже сватают. Тут остается один вопрос. На какой позиции Мусерский будет играть в Осака? И свои мысли пишите в комментариях. На этом все. Подписываемся на канал и рассказываем о нем своим друзьям. Ставим палец вверх, конечно же, если вам понравилось. Также заходим в соцсети Volleyball.ua. Там много чего интересного. Но это все не самое главное. А главное вы знаете. Играйте в волейбол и любите эту игру. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok